В имя Твое Существа и Святого Духа Аминь Святитель Иоанн Златоуст, первая беседина, первое послание к фессалоникийцам, говорит о молитве за нас святых Хорошо уповать на молитву святых Но тогда, когда мы сабит трудимся Какая же мне нужда, скажет кто-то в молитве других, когда я сам буду деятелен и таким образом не доведу себя до этой нужды Я не желаю вам того, но если судить здраво, то мы всегда испытываем эту нужду Павел не говорил, что мне нужны нужды в молитве других Хотя молившиеся за него не были достойны его Даже не были равны ему А ты говоришь, какая мне нужда в молитве других Петр не говорил, что мне нужны в молитве Ибо церковь, сказано, прилежно молилась о нем Богу А ты говоришь, зачем мне нужна молитва других Затем нужна, что ты считаешь ее для себя ненужной Хотя бы ты был равен Павлу, ты имеешь нужду в молитве других Не возносись, чтобы не унизиться Но, как сказано мной, только тогда приносят нам пользу молитвы за нас, когда мы и сами трудимся Послушай, что говорит апостол Знаю, что это послужит мне во спасение По вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа Афилиппийцам, 1 глава 19 стих И еще По ходатайству многих, многие возблагодарили за нас 2 Коринфянам, 1 глава 11 стих А ты говоришь, какая мне нужда в молитве Конечно, если мы сами будем беспечны Никто не в состоянии будет помочь нам своими молитвами Какую пользу принес иудеям Иеремия? Не троекратно ли он приступал к Богу И не троекратно ли слышал Ты не возноси за них молитвы и прошения Ибо я не услышу тебя Книга Ремии, 7, 16 Какую пользу оказал Самуил Саулу? Не до последнего летня он плакал о нем А не просто молился только Какую пользу принес он израильтянам? Не говорил ли он Я так же не допущу тебя Себя Греха пред Господом Чтобы перестать молиться за вас 1 Царство, 12 глава, 23 стих И не погибли ли они все? Итак, скажешь, молитвы не приносят никакой пользы Приносят и большую Но когда и мы делаем что-нибудь Ибо молитвы содействуют и помогают А содействовать кто-либо и помогать может только тому Кто уже сам действуется Если же сам Остаешься в бездействии То ничего не приносит тебе пользы Когда бы молитвы других при бездействии с нашей стороны имели силу вводить нас в Царствие То почему не все или иные христиане? Не за весь ли мир мы молимся? Не делал ли того же и Павел Апостол? Не молимся ли мы, чтобы все обратились ко спасению? Почему же, скажи, нечестивые не делаются благочестивыми? Не от того ли без сомнения, что они ничего не могут привнести со своей стороны? Итак, молитвы доставляют великую пользу Когда и сами мы привносим к ним то, что требуется от нас Хочешь ли знать, как бывали полезны молитвы? Вспомни о Кармелии Деяния святых апостолов, 10 глава, 4 стих Вот о Вифе, там же 9.36 Послушай также, что говорил Иаков Лавану Книга Бытия, 31 глава, 42 стих Если бы не был со мною Бог Отца моего Бог Авраама и страх Исаака Ты бы теперь отпустил меня ни с чем Послушай еще, что говорит сам Бог Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя И ради Давида, раба моего 4 царь, 19 глава, 34 стих Но когда это? При языке, который был праведен Между тем, если бы молитвы имели силу И для великих нечестивцев, то почему и во времена нашествия на Ходоносора Бог не сказал того же, а предал этого царя, этому царю город Потому что тогда более усилилось нечестие Опять тот же самый Самуил молился об израильтянах и имел успех Но когда? Когда и Сам Он благоугождал пред Богом Тогда Бог прогонял врагов Его Какая же мне нужда, скажешь в молитве другого, когда я живу Бога угодно? Никогда не может сказать этого человек Если нужда и нужда во многих молитвах Послушай, что говорит Бог о друзьях Иова Он помолится, сказано о вас И отпустится вам согрешение ваше Иова 42, 8 Потому что хотя они и согрешили Но велик был их грех А этот же самый праведник Спасший тогда молитву друзей своих Во время иудейского царства Не мог спасти иудеев от погибели И чтобы тебе было понятно Послушай, что говорит Бог через пророка Если бы нашлись три мужа Ной, Даниил и Иов Не спасли бы ни сыновей, ни дочерей Из Икииля 14, глава 14, 18 стихи Потому что превзошло нечестие И опять говорит Хотя бы предстали пред лице мое Моисей и Самуил Душа моя не преклонится к народу сему Ереме 15, 1 Обрати же внимание Почему это говорится об этих двух пророках Потому что оба они предстательствовали за иудеев Но не имели успеха А так как и Иезекииль говорил О Господи Боже Неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля Иезекииль 11, глава 13 стихи То Бог давая знать, что делает праведно И не по небрежению к нему Не принимает его ходатайство за них Указывает ему на их неправды Как бы так говорит Они достаточно могут уверить тебя Что я не по небрежению к тебе не принимаю Этого его предстательства Но по множеству их грехов При всем том прибавляет и это Если бы нашлись Ной, Данил и Иов И в особенности нужно было бы сказать к нему эти слова Потому что он сам много пострадал для израильтян Ты сказал мне, Господи, говорит он Чтоб я ел в нечистотах И я ел Ты сказал мне, и я обрился Ты сказал мне, и я лежал на одном боку Ты велел мне Сношую пройти сквозь стенное отверстие И я прошел Ты взял у меня жену и запретил мне плакать И я не плакал Но претерпел благодушно Я сделал тысячи других самопожертвований ради них И вот я умоляю тебя о них А ты не в нем лишь Но Бог, показывая, что делает это Не по небрежению к нему Говорит, хотя бы Ной Хотя бы Иов или Даниил Хотя бы все они стали умолять о сынах и дочерях И я не послушаю И опять, что говорит Бог Иеремии Менее страдавшему вследствие повелений Божьих Но гораздо более от нечестия иудеев Не видишь ли, что они делают Иеремия 7, 17 Правда, говорит пророк, они творят беззаконие Но ты помилуй ради меня На это Бог говорит ему Если бы предстали Моисей и Самуил Моисей, первый законодатель Много раз избавляющий их от опасностей Сказавший, прости им грех А если нет, то изгладь и меня Из книги твоей Исход 2 глава 3 стих Если бы даже и он был теперь и говорил это То и он не успел бы Если бы еще и Самуил Также избавлявший их с малых лет Высоко оценивший Ценимый от них Ибо о первом я сказал, что беседовал с ним Как друг с другом А не в притчах А о всем последнем, что я В отрочестве его явился ему И им умилостивлены Отверз заключенный дар пророчества И слово Господне Сказано было редко в те дни Видения были нечасты 1 царство Эти глава 1 стих Если бы наконец оба они предстали То не успели бы Равным образом Говорится и о Ное Что он человек праведный и непорочный Вроде своем 6 глава 9 стих И обивый, что он непорочен Справедлив и богобоязнен И удалялся от зла Ио 1-1 Но если бы и они предстали И Даниил, который Халдеи, которого почитали как Бога То не могли бы, говорит Бог И избавить сынов и дочерей своих Итак, зная это Не будем не пренебрегать Молитвами святых Не полагаться на них единственно Соблюдем последнее для того Чтобы не облениться И не проводить жизнь в праздности А первое для того Чтобы нам не лишиться великой пользы Напротив, будем и их просить Чтобы они молились о нас И помогали нам И самим пребывать в добродетели Чтобы быть в состоянии Достигнуть благ Обещанных любящим нам Нас Богом Ему слава во веки веков Аминь